Дорогие зрители, новые видео теперь можно посмотреть на площадке ВКонтакте. Для этого необходимо у себя на странице перейти на вкладку «Сообщество». Далее вам необходимо по поиску найти название нашего канала «Анатомия пейзажа Алексея Ефремова». После того, как вы на него перейдёте, вы увидите следующее. Краткая информация о том, как теперь будет происходить выкладка видео и где можно будет его посмотреть, то есть во вкладке «ВК донат». Для того, чтобы стать подписчиком, необходимо нажать на кнопку «Поддержать» и вы получите предложение подписаться. Выберите вариант оплаты. Мы по-прежнему не рекомендуем подписываться на год. Итак, друзья, вступайте в наше сообщество «Анатомия пейзажа Алексея Ефремова». Подписывайтесь в донаты и, мы надеемся, нам удастся выходить в прежнем формате. До новых встреч, удачи вам, смотрите нас! «Анатомия пейзажа Алексея Ефремова». Верхотурья. Это ещё один сюжет. Я его хочу сократить, вот, не брать вот этот троицкий камень, а взять только вот эту избушку, огород, за ним храм. Ну и впереди такой вот, поленовский такой сюжет, очень тёплый. То есть архитектуру просит, ну, упростить себе задачу. Я это делаю так. Ракета. Ну, как-то так. Такая вот история. Вертикалочка. Тут, наверное, скала бы. Крепостные стены, мне кажется, здесь не нужно. Деревья на контр-жур, там сразу немножко преувеличено, так синему туда завожу. Чтобы оторвать потом от этого куста, чтобы они ушли туда по возможности. Вот эту стену я здесь рисовать не буду, когда-то я этого мальчишку с барашками несколько лет назад писал. Он сидел, у них большая семья, семеро детей или восемь здесь живут. Отец когда-то был художник, он и сейчас, наверное, переехал в Верхотуре, храм расписывал. Вот так вот и остались жить, заниматься хозяйством своим. Тут и пчелы, тут у них и барашки. Не знаю, поговорить бы с детьми, как они себя тут ощущают. Да, да, да. Вот такой шар. Тёмное, значит, рядом светлое, тёплое, холодное. Такие вот отношения, всё как. Так, потихоньку. Пока писал, смотрю, вода подступает. Плотину опять закрыли. Вовремя спохватился. Блики такие вот. Барашки. Пошёл дождь. Был такой вечер, такой свет. А тут вот стоит художник. Он, по-моему, не заметил, что пошёл дождь. Он продолжает работать. Саш, тебе не жарко, нормально всё? Я делаю вид, что у меня хорошо. Хорошо? Как вот воспринимать лист, например? Понимаешь, вот можно себе представить, что тебе хорошо и вокруг высока. Даже абстрагироваться и представить, что дождь не будет. Ну вот. Вот тут, видишь, пишет, вот закатец такой. Сейчас дождик пройдёт. А мы уже мокрые. А мы уже мокрые. Всё, и слава богу. И можно уже идти в гостиницу. Да, верхотурья. Вот какие тут чудеса. С этими травами. Это вот так вот. Ай, как хорошо. Это у вас акварель? Да. Нет, это масло. Как это сделано? Смешанная техника? Очень смешанная. Смешная, я бы даже сказал. Такой бонус. Тем, кто под дождём не побоялся поработать и постоять промокнуть. Вот такая вот радуга, дуга. Притом полная. Продолжает. Субтитры создавал DimaTorzok